Здание бывшего детского сада сейчас и не узнать. Оно изменилось не только снаружи, но и внутри. Гостям не терпится поскорее осмотреть классы. И вот он долгожданный момент. Места в новых просторных помещениях хватает всем. Кабинеты оборудованы всем необходимым для занятий живописью, композицией, скульптурой и историей искусств. Но по словам педагогов, им еще есть над чем поработать. Необходимо перевести остатки вещей из здания художественной школы, которая находится в городе. Ежедневно, до самой последней минуты, мы все что-то делали, мыли, прибирали, весили. Конечно, мы открылись, но сейчас будем, я это называю процессом гнездования, обживать это здание, переезжать. Нам, думаю, будет комфортно здесь работать. Кроме художественной школы, в этом здании будет располагаться еще и музыкальная. Чтобы не мешать учебному процессу, кабинеты оборудовали специальной шумоизоляцией. Здесь будут обучать вокалу и игре на таких инструментах, как фортепиано, аккордеон, гитара. В будущем появится и театральное отделение. Открытию на Диноси такой творческой школы педагоги очень рады. Мы, безусловно, очень довольны тем, что здесь новое оборудование, что здесь новое здание, новая мебель. И какие-то инструменты светлое, теплое и красивое. Ранее в микрорайоне Динос была музыкальная школа. Но в прошлом году здание признали аварийным. Тогда была найдена альтернатива – нефункционирующий детский сад. Его полностью переделали буквально за пару месяцев. Результатом все довольны. Анна Коренкова по профессии архитектор. Говорит, ученикам должно здесь быть комфортно. Жизнь в художественной и музыкальной школах закипит в сентябре, когда начнется учебный процесс. А пока здесь активно идет набор учащихся. Ксения Иноземцева, Владимир Махмутов, Интера ТВ.